Здравствуйте! В этом видео мы рассмотрим решение проблемы, связанное с тем, что в некоторых микроконтроллерах фирмы Melander не работает SPI-3, который здесь называется SSP. Давайте откроем некий проект и посмотрим, как это выглядит. Если мы попробуем собрать проект, где настраивается SPI-3, мы можем видеть, что первое, что вываливается, это предупреждение о том, что диапазон значений integer, значение выходит за его пределы. Но на самом деле здесь все работает, поэтому здесь все хорошо. И этот варник странно, что здесь выскакивает. Но смотрим дальше. Мы настраиваем чем-то актирование, настраиваем делитель. И вроде бы все хорошо, но если мы попытаемся посмотреть, как работает наш SPI при данной настройке. Запускаем, останавливаем и видим, что у нас SPI повис в сигнале busy и в общем-то не работает. С чем это связано? Это связано с вот этой вот функцией, которая написана неправильно и не поддерживает SPI-3 по текущей редакции. Собственно, вот здесь у нас выполняется настройка SPI. И здесь есть только SPI-1 и SPI-2. И для того, чтобы SPI-3 работал как надо, необходимо сюда добавить поддержку еще третьего SPI-3. То есть, ну, практически вот так. Здесь будет 16 и здесь SPI-3, SPI-3. Смотрим. Запускаем, останавливаем. И мы можем видеть, что на этот раз у нас SPI работает и ошибок не выдает. Еще интересный аспект, который хотелось бы вам показать, это регистр MDR RST Clock. Если открыть SSP Clock, то мы можем обратить внимание, что здесь есть только SSP-1 и SSP-2. Ну и опять же SSP-1 и SSP-2. То есть, SSP-3 здесь вообще забыли добавить. Хотя физически биты для настройки SPI-3, конечно же, в микроконтроллере присутствуют. Так как SPI-3 работает, мы только что в этом убедились. Ну, собственно, о том, каким образом делались данные микроконтроллеры. После этого обзора вы можете сделать выводы сами. Ну, а также имеет смысл с ними работать или нет, если вам в этом нет никакой необходимости. Я очень надеюсь, что это видео поможет вам разобраться с работой SPI-3. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание.